нефти впаяли красной муркой новенькие не было тут какие-то были эти другие как-то не называть широк шел да 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 нефти выкупила что вот все красная горка границы 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 по-мински уже чудо мостик решили подрихтовать посмотрим что делается за полтора месяца отсутствие у меня четверг и он на беларусь это точно никого не будешь сейчас мистер платон скажет я отжар ворчар но ненадолго все трубники почки у них нас автопром забрал Я ничему не удивляюсь. Работа. Ищем бригады. Строительство из кленового груза. Клиент. Клееновый. Господи. Сделаем скипку на жару. Клиент. Сочи трейс. Клиент. Сочи трейс. Я так ехал, смотрел. У них хороших клубы на московских номерах. Это сейчас может уже отпускают. В казино. В казино. В пропуск. Казино я в казино. Ворота. Чистите текло. А это Тензор здесь, на нефтике. Тело в бригадах на нефтике заправляются. Через 100 метров плавно поверните направо. Пройдите 170 километров. Что у нас под навесом? Под навесом у нас. На что там трасска стоит? Не знаю. Через 300 метров плавно поверните направо. Стоять. Куда собрался? Пограничники есть. И справа. Мы справа едем. Перепроложить. Пройдите 170 километров. Вообще нет. Завтра тоже не будет. Переживал, что колейка будет. Я переживаю, что колейка будет. Не будет завтра колейки. Тем более пятница. Вообще никого нет. Вкусно. Стивную скорость. Начальство. Что хочет начальство. Извините, дамочка. ЦУ получаешь? Да. Получил. На чертах ЦУ. Статом. Поэтому? Да. В субботу влегать что-то. Влегать? Да. По крану? Да. Кучка хорошо. Ну, просто куча дел. Ну, а как это все? Миллион дел. С места в карьер. Через 300 метров продолжается ехать. Все. Все они все на московских номерах. Страховки покупают. Ну, едут. Я с тебе говорю, что едут. Я сегодня вот ехал утром. Машин очень много шло на московских номерах. В сторону Беларуси. Велкам в Беларусь. Заедем приборчик, проверим? Да. Сейчас новый койл заскочим. Посмотрим, что он как. Живой он, не живой. Уже тоже отжирает. Уже. Так. Не забудь, что Беларусь уже плюс 20 нет. А то я вечно забываю. Вон они пропускать сюда получают. В казино еду. Застаться. Это на московских номерах. Вы пишете допустимую скорость. Да. Беларуси у нас. А здесь что, транспортников нет беларусских? Так, что им здесь делать, если нет никого? Да жарят уже, не хотят плюсоваться. Не хотят проходить. На дороге. Да, дурейшую. Да, стоит на асфальте. Ну, работа такая. И стоят. Да, спрятан. Как-то беларусских и нету. Так не бывает. Стоят, стоят. Слева. Я вижу. Обычно еще на дороге бегают. Да нет, вон и на дороге. Справа. Разговоры разговаривают. Наша служба и опасно и трудно казаха. Казаха зацепили. Так, мы на лукойл. Проверим наш прибор. Видишь, заделали все. Закатали. Закатали асфальт. Неужели. Твой лукойл закатали. Да. Здесь бетонку положили. А там асфальт не закатали. Какие ямища-то были, да? А ямы тут были вообще. Катастрофа. Там деньги ложить не надо на прибор. Ну, чисто просто остановиться, сходить посмотреть. Рабочий, нерабочий. У нас все. Колонку, подколонку в тене. Невозможно отказать. Такой просьбе. Я бы не глушил бы здесь. Да мы на 2 минуты. Надо купить наприклад. Подколонку в тенек. Сейчас. Въехали, когда в Беларусь. Ну, шильды, это горячее табло. Ну, там, добро пожаловать, берал в Беларусь. Ну, там, велкам туда-сюда. И потом температуру показывают. На улице там, что-то я не помню, сколько. По-моему, 35. Температура асфальта. Автоп. 58. С копейками. Охренеть. 60 градусов температура асфальта. И расход не хочет, не падать ничего. Естественно, машине тяжело такой жарой работать. Хорошо, что мы пустые, и бежим. Ой, да. Что-то и Африка какая-то началась. Что тут такое? Сломался. Да, мост там у меня один. Не, про это точно стоит. Сломался. Вот сейчас встань такой жарой на паузу. Когда днем нужно вот... Тебе нужно днем отдохнуть. Да ты даже на заведенной машине с кондиционером и то не отдохнешь. Нас тоже монстр забрали? Да. Еще пока едешь, хорошо, кондиционер работает. А как остановишься, все, катастрофа. Решили они его тут подлатать, да? Все, Михаил Владимирович, за шашлыками поедем? Поедем. Жарой шашлык никто не отменял. Будем надеяться, что у них там кондиционер есть. А-а. Тогда нам звонит. Говорит, ну. Алло, здравствуйте, девушка. Три порции, пожалуйста. Две на месте, а то с собой. Минут через 20 будем. Спасибо. Жара-жарой. Мясо никто не отменял. Мясо никто не отменял. Чуть-чуть порушай. Надеюсь, у них там кондиционер-то работает. Никогда не обращал внимания, как бы так уже не проезжал ни разу. Что-то побачим. Что? Батя попросил ему тоже шашлыка привезти. Вспомнить, говорит, хочу. Когда работал, тоже сюда-сюда заезжал. Привези мне, говорит. Он уже будет холодный. Еще, говорит, ези, говорит. На следующем было не денешься и придутся вести. Я глушить не буду. Ну да, я встал бы. Какой жарой я сейчас ее глушить будет 3-4 градуса. Через полчаса придешь, в нее залезть будет невозможно в эту кабину. Пускай молодцы. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Еще, братцы, наше путешествие подходит к самологическому завершению. Уходим с М1. Уходим на Борисов. Еще 14 километров. И все, приедем. А здесь уже идти сразу на эту дорогу. Ограничения температурные. 6 тонн на 8. До 8 вечера. Мы пустые, нам не страшно. Созвонились с отправителем. Все, сказали, приезжайте. Михаил Владимирович на территорию запустят. Все хорошо. Завтра с утра начнут грузить. Мы завтра с утра подъедем. Сегодня, если честно, нет ни сил, ни желания. Вообще ничего нет. Я как подумал, что сейчас надо на улицу выходить, на электричку идти. Или мне же плохо становится. С зоны комфорта выходить. Правда, похолодало. 32. Нормально. Вроде грозу обещали. Что-то у него какое-то черное. Сейчас еще может. За гроза пройдет, еще хуже станет. Михаил Владимирович после шашлыка массу топит. Опять на спальнике. 6 тонн на ой. Свыше 25 градусов с 11 до 8 вечера. Завтра выскочит. Это фигня. С Марисовым. Вот он и Борисов. 1102 года выпускнул. Михаил Владимирович. Просыпайтесь. Сейчас уже я поеду домой на паровозе. Будет здесь спать. Завтра утро. Час, уже свянулись с вами. Уже в Борисов заехали. Все слышно. 509 километра. Яндекс. На ваше мнение. Прови 3 часа. Так гроза показывает. Борисов. 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 Показана гроза. Не знаю, будет она или нет. Но ветер налетел, конечно, такой жесткий. Вообще ураган. Честно скажу, желание подсчитывать. Километры какие-то вообще никакого нет. Ни сил, ни желания. Ориентировочно где-то 1015 получилось. С учетом 2 недели. Простое. Но самое главное мы сделали. Восстановили полностью прицеп. Сейчас. Михаил Владимирович слегка доведет еще до ума остатки. Колеса поставят и кран поменяет. Уже все договорено. Колеса куплены. С краном договорено. В субботу. Завтра в пятницу загрузится. Сейчас мы его высадим. Он меня высадит. Пойду на электричку. Еще до дома еще буду часа три отсюда добираться. Ну, завтра еще приеду. Обязательно. К лунке своей забирать. Держание транзитного транспорта через город Борисово запрещено. Намышник транзитный транспорт. Правильно? Как зовут? Как зовут? Как зовут? Как зовут? Как зовут? Металлург. Чем? Уточним этот момент. Борисовский завод металлист. Смотри, какой ветер. Ой, даже похолодало. 29 стало. Офига себе. Сейчас замерзну, пока ты буду домой ехать. Уж с автономкой спать. Жгали плед достану. Ха-ха-ха-ха. Церритория пускает. Все хорошо. А вы чего? Завтра тут еще туда-сюда. Пока Михаллович будет покорять Дальний Восток. Мы будем покорять диван. Шутка, конечно. О, ДТ уже под 98. Ничего себе. А что там было? Что там рубль 80. А, да, да, да. За полтора месяца шумяшек в Минске не было. В Беларуси здесь копеек подорожало. Нормально. Еще и полицаи упаковывают. Да, да, да. На фига остановка. Сейчас через речку моей. Бориса знаешь, что кореннурсовчане. Да я вон там, вон на том заводе сто раз грузился. Борисов древ, вон в желтый-синий. Это как анекдот, да, есть там это. Великое Отечественное. Партизаны эту попу заложили под рельсы. Ну и сидит спичками, чиркой. Это у нас на Борисовдреф спички делали. Ну и сейчас может делают, наверное, не знаю. Немецкий патруль идет. Ну подходит. Борисовдреф? Борисовдреф. Ну тогда давай. Чего-то такая ассоциация. Раньше такие спички были. Из пяти штук одна зажигалась, никто не с первого раза. Сейчас, не знаю, спичками не пользуюсь. Давненько же в Борисове тоже. Я уже сто лет. Экскурсию пойдешь гулять? Нет, я сейчас. Что? Я сегодня спать. Да, просто. Что значит спать? Спать это ж скучно, глупо и банально. Экскурсия, кино, домино. Нет? Не хочешь? Я это услышал. Я тебя услышал, эх. Плохо, что не в Ницке. Ну хорошо, что у Борисовского перекресток был. Когда ты тут был в последний раз? Нет, как держаться. Дороги. Она резина. Экскурсия, верно. Экскурсия, березина, все верно. Такой-то по шапке надавали. Несколько раз. Так, нам сейчас как-то надо налево повернуться. Да, ну как-то так хитро. Хитро, хитро. Направо потом налево точно. Да, варишь-то. Ну, поехали, эй. Засмотрелся. Там, правее, что правее, правее закрыто. Вот, через месяц, когда здесь закрыто. Держитесь, проверьте. Вон там, да. А, тут уже другая развязка. Машка, вот я оставивши данные. Да, там тоже закрылась. Значит, вон там развороты. Возвращайтесь. Значит, разворот все лежит. На следующем повороте поверните налево. Объезд был где. Объезд прямо туда налево? Да, да, да. Конечно, написано «объезд». На следующем повороте поверните налево. Ты как дорожку разумеешь? Только глупый не поймет. Изменения машины. Готовьтесь к мировому пуансу через 250 метров. Ну, да. Так, сейчас нам налево. Да, сейчас нам нам налево. Через 100 метров поверните налево. Один куламетр. Походу, гроза. Дождь Борисов обошел по кругу. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Там загрузил запрещено. Ну, не так уж и на знак. Прямо на эту улицу. Можно прямо проехать. Нет, на этом еще поворачиваем на проспект. А, можно по другой улице заехать? Революция. Можем проехать прямо до... Да, там и потом по какой-то там колхозной дороге заехали, да? Да, потом прям на первую улицу поворачиваешься. Значит, поехали прямо. Не будем борзеть. А тут, по-моему, там знак стоял. Ну, типа, объезд сюда. Ну, объезд сюда, да. Ну, объезд сюда, да. Да, да, ну, мы сейчас там-то не на этот проспект. Надо там-то на другую улицу. Готовьтесь к правому повороту через 550 метров. Мы едем не к проходной, не к транспортной, а к центральной. Там через другую проходную его запустят. Транспортная уже закрыта. Сказали, все запустят, все хорошо. С 360 метров направо. Через 300 метров поверните направо на улицу 1 июля. Обложили навигаторы. Улица 1 июля, она нам нужна. А если прямо мы борис-древу прям выйдем? Ну, это борис-древу, да. Вот он, борис-древ. На следующем повороте поверните направо. На следующем повороте поверните направо. Что-то я не верю. Да. Своить-то, что? Нормально, что? Все, можно. через 500 метров наш пункт на значение конечный пункт через 500 метров не похож на грузовики тут особо есть он тут потому что нет вот педалист вот и что теперь да в принципе сейчас надо узнавать вот постройкой туда вот и понял понял сейчас подожди сейчас беру немножко хвост здоровье он торчал на пуску к вам а все ты тушку прям махает тушку прямо махать говорит заезжайте ты у нее спросить здравствуйте вы на погрузку сказали что вы на спустите вопрос а меня выпустить здесь вы конечно не станете мне как склад где есть площадка там и приткнёмся но тут само собой ну а А транспорт, наверное, там дальше, да? Транспорт, да, вот там где-то будет как раз на окно. А, так давайте мы там где-нибудь и прижмемся. Вы, может быть, там и не пройдите. Да, да, да. Не пройдите, может быть, заедите и пройдите. Не, мы сейчас поедем посмотрим. Я сейчас потом уеду. Он останется, вы меня выпустите потом, я выйду. Сейчас мы разберемся. Мы перекрывали тут. Ну, что страшного? Обучий момент. Да, я думаю, меня завтра сюда к тебе запустим, без проблем. На машине-то нет, конечно. Машину-то переставлено. Вы верните налево, а за день и разоштитесь. Сейчас вот здесь где-нибудь. Ну, так толстовало-то. Ну, кто-то станет уже. Маршрут перестроен. Это своя машина. Через 100 метров поверните направо. Ну, да, с местом тут, место тут, конечно. Ну, так. Вот надо к нему прижиматься и все. Если что, куда-нибудь, что-нибудь, как едешь. Поверните направо. Проезд тут оставлю. Там вот галстает. Ну, что-нибудь. Ты что будешь? Все? Сейчас я к нему еще ближе прижмусь к этому. Да. К местному этому автомобильчику. На зеркало ему насорвали. Ну, что это? Чего это? Все этого ему не снести. Этому местному автомобильчику. Почти. Поближе взяться. Вообще на добрый толк, конечно, потому что надо было развиваться. Завтра сам сманеврируешь. Завтра сам. На крайний случай выпустят. Там разведут. Так, цена, наверное, будет нигде совсем удобно спать, да? Нет, конечно. Может, все-таки развернуться. Здесь вот. Ладно, сон. Доказать этот проезд. Легковая проедет. Легковая проедет. Тормально. Брусок этот убрать. Нормально. Вот этот вот мешает. Можно было бы вот сюда. В принципе, можно вот сюда вот встать. Короче, ладно. Сманеврирует потом. Может вот сюда вот. В принципе, да легковая проедет. Можно сюда. Будешь с горки стоять. Можете развернуться. Берем и собирал. Ух ты. Цветочка. Какой букет. Какой букет. Ничего себе. Красота. Не, я думаю, может развернуться. Развернуться и сюда мордой. И сюда мордой. И все. Да. Ну. Давай. Иди. А я посмотрю, как ты сдашь вождение. Не знаю. Я уже сработал. Не знаю. Там на Тахе еще смена не закрыта. Ты. Да. – Ха-ха-ха. Ага. 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 Продолжение следует... Сейчас Алексей Николаевич у нас тут покрутится. Далеко поехал. А, нашел мне место, где стоять? Я понял. Красавчик. Все, я никому не мешаю. А завтра какая-нибудь зараза из этих ворот будет выезжать? Восемь утра за тобой придут. Все, вот тут и стой. Что это? Никому не мешаешь. Короче, ты... Все красиво. Не хочу я сдавать вождение. Короче, ты это... Я понял, я понял. Я думал, ты, а ты... Я уже все, все! Тут и стой нормально, никому не мешаешь. Можно тарахтеть. В принципе, сейчас уже не так жарко. Короче, собираемся. Завтра я еще сюда, конечно, явлюсь. Все, батенька, все! Я отработал, все! Нет меня, нету! Меня нету! Зачехляй давай, руками машет, ема! Заставил старого в отпуске приехать уже, работать тут. Не, это не груз, это сказка. Это просто песня. Не семь, конечно, тонн здесь одиннадцать. Получилось. Но, по итогу красота. Летом только такое счастье возить. На такие расстояния. Пятница, двадцать пятое. Приехал к Михалу Адзимовичу, он уже загрузился. Через часик сказали, доки отдадут. И все, попрет. Я там собрал уже все в кабине. Своё, и твоего зацепил там. А её зацепил, да? Конечно, ё-моё. А уже шкуточку мою зимнюю захватить и постирать. Сам постираешь. Где я постираю? Ну что, и в саратов? А ну, в принципе, да, можно забрать. Стирай. Весной, осенью привезешь. Это я подумаю еще. Нормально так, хорошо. Сегодня как-то не так жарко. 29 всего. Сейчас доки заберем, выедем. Я вещи заберу. И пожелаем Михалу Адзимовичу счастливого пути. И отправим его в путь далекий с кормилицей. Вот примерно, что нам предлагает Машка. Что нам предлагает? Рисует 8278 километров тебе. Ну что так? Да, она вред. Она через МКАД. А нам вокруг Москвы еще километров 200. Нет, вот тушу это. 8,5. 8,5, да. Ждем доки, чтобы выехать. Перегрузиться. И отправить. С Богом. В путь далекий. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю. Идем. С холодным еще зверел. Что делаешь? Мои года, мое богатство. Это все надо забрать. Ой-ой-ой. Ничего себе. Я столько не привозил. Сука увожу. Уже лишний учет спанул. О, ну же документы принесли. Класс. Вообще все супер. 11 утра уже доки притаранили. Просто песня. Всю жизнь бы такие загрузки. Казалось сложная тревога. Это еще так. Упаковочные только принесли. Это еще не цемолярки. Ну, у нас опять потеплело, видите. 33 градуса. Ждем доки. Даже с кабины вылазить не хочется. Машина работает. Конзер пашет. Хорошо. Давай, давай. Машис, еще. Мы еще не прощаемся. Все, без 22. Документы принесли. Через транспортную Михаил Владимирович выезжает. В проходную. А мы пойдем через другую. Пешочком. Поедем с ним. На стояночке тормознется. И заберу вещи. И отправим его в путь-дорожку дальнюю. Досмотр. 13 тонн у нас загружено. По документам. Ну, где-то так оно и есть. 12-13. Примерно. Обещано было 7. Что ж ты с дверями-то делаешь? Шеф по головке не погладит. Я руки отбиваю. Погладит, не погладит. Не знаю. Я закрываю, все нормально. Вроде десантура. Ну, ехай уже. Все, пошел. Красавчик. А мы пошли туда. На другую проходную. Там легковая стоит. Давай, ехай. Я балда ключи от машины кликовой. В скане их забыл. Михаил Арзимовичу приходится здесь круги рисовать. Сейчас под знак поедет. Что, сбежать от меня хотел? Как сейчас ехать? Еще если метра полно. Ехать давай. Как сейчас ехать? Молча. Больше крик у Михаила Владимирович только наделал. Видишь, как они все перед тобой разбегаются. Крути направо и пошел по Центральному проспекту. Города Борисово. Города Борисово. Делов-то е-мое. Ну, и все. Красавчик. Здесь, дядька. Здесь, дядька. дамка центральная площадь неудобно снимать и ехать пыжо на кочерге перед Субтитры сделал DimaTorzok Погнал я на стоянку Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Хорошо так на солнышке Ну что, родная, давай Удачи тебе Михаил Владимирович вам съездит Субтитры сделал DimaTorzok Ты востоку передавай Обязательно Субтитры сделал DimaTorzok Да ехай прямо С этим ведром с болтами Боже Дави это Peugeot Давай, удачи Оператор Все Ни пуха ни пера С Богом Пошла кормилица Восемь с половиной тысяч километров В одну сторону Удачи Ну что, Peugeot Гази меня до дому Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok